Что же, ну а я обещаю вам следующего интересного спикера. У нас же ведь будущее за людьми, мы продолжаем нашу конференцию. Как стать идеальной командой? Как сплотить ключевых сотрудников и собственников бизнеса? Об этом прямо сейчас расскажет управленец-практик с 16-летним руководящим опытом, генеральный директор консалтинговой компании «Второй пилот» и автор книги «Мягкий босс, жесткий босс». Все верно? Все верно. Павел Сивожелезов. Прошу, Павел, на эту сцену. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Я уже третий раз выступаю на конференции Bitrix24 с огромнейшим удовольствием. И сегодня мы действительно с вами поговорим о том, как же собственнику стать идеальной командой с его ключевыми сотрудниками, с его руководителями, топ-менеджерами. И почему я хочу с вами этим поделиться? Поскольку моя консалтинговая компания «Второй пилот» работает напрямую с собственниками, и мы помогаем им выходить из операционного управления, нанимать топ-менеджеров, управлять ими, наводить порядок в их бизнесе. И наши клиенты, они находятся от Калининграда до Владивостока, также в ряде европейских стран, Азии. И вы знаете, закономерности одни и те же. Вот я хочу ими с вами поделиться. Чем эти закономерности вообще обусловлены? Обусловлены они прежде всего особым управленческим стилем собственника. Почему же этот стиль особенный? Дело в том, что собственники – это не просто те люди, которые как-то были-были руководителями и решили уйти из управления и основать свой бизнес. Собственники – это люди, которые рождены такими. То есть порядка 10% людей рождаются с таким предпринимательским психотипом. Это люди, которые вот сильно отличаются от других. Они просто из другого теста слеплены. Это видно, ну мне уже видно прям за километр. В чем отличие? Отличие в том, что 90% людей как устроены, чтобы избегать рисков, чтобы подстраиваться под текущую ситуацию, адаптироваться к той среде, в которой мы находимся. Но 10% людей, они рождены так, что им необходимо порождать риски. То есть если он не будет рисковать, он не будет жить. И он не хочет подстраиваться под текущую среду, он будет среду подстраивать под себя. Скажите, как вы считаете, это поведение рациональное – рисковать и не подстраиваться под среду? Или иррациональное? Иррациональное. Как вы считаете, первое или второе? Второе, конечно. То есть это иррациональное. Получается, что предприниматель иррационален. А вы знаете, что у нас есть два полушария, и если очень упрощенно о них говорить, то правое полушарие, оно отвечает как раз-таки за иррациональное, то есть за наше творчество, креатив, идеи, чувства, эмоции и так далее. А левое полушарие – это рацио, это наша аналитика, логика и так далее. Так вот, получается, что собственник, поскольку он изначально таким рожден, ведущим себя иррационально, то у него и правое полушарие является ведущим. То есть это люди исключительно правополушарные, то есть очень сильное давление этого правополушария. И из этого есть определенные следствия, как человек вообще живет и, соответственно, как он управляет. Вот давайте посмотрим, какие это следствия. Естественно, что они, как две стороны одной медали, есть положительные, которые ему помогают, и есть, так скажем, слабые стороны, которые ему мешают. Начнем с сильных сторон собственника. Ну, во-первых, это интуиция, которая приносит ему деньги. Ну, давайте такой пример приведу. Обычно же мы как понимаем интуицию? Что интуиция — это накопленный опыт какой-то, да? А вот у собственника интуиция, она не такого рода. То есть это просто интуиция, без опыта еще. Обратился к нам однажды собственник. Я говорю, вижу, что он молодо так выглядит. У него сеть типографий. Я говорю, сколько же вам лет? Он говорит, мне 23 года. Я говорю, ничего себе, а когда вы вообще первый раз деньги-то заработали? Он говорит, да, первый раз, ну, в 7 лет. Я говорю, а как это вы в 7 лет вообще смогли деньги-то заработать? Он говорит, да мы с ребятами вот сели, с интернета скачали анекдоты, сканворды, запихнули их в газету, распечатали на домашнем принтере и пошли во двор продавать. И распродали. Вот как это? То есть человек, у него была интуиция, какой продукт нужен, как его сделать, какую цену назначить и как продать. И дальше, вот к моменту выпуска из школы, у него таких проектов уже могут быть десятки. И он может вообще никогда не работать по найму. Человеку может быть 40 лет, он говорит, да я по найму работал там 1-2 раза, когда-то в глубоком детстве, это было ужасно. Кто знает таких людей или сам таким является? Это прирожденные собственники. И, конечно же, такая интуиция, он постоянно думает об этих деньгах, он постоянно их чувствует, он видит темы, он понимает потребности людей. То есть у него на этом идет такой фокус внимания. Это иррациональное начало. Он эти деньги чувствует. У него вот эта денежная мышца развита такая. Следующее. Это мотивация без внешних пинков. То есть собственник может работать действительно в круглосуточном режиме. При этом без какого-либо подгоняния. Ну вот, например, кто слышал компанию такую купи VIP? Вот Оскар Хартман, да? Вот он в год запуска компании ровно один год работал с 8 утра до 12 ночи без выходных, без отпусков. Ну, может, это кажется так легко, да? Ну, наверное, каждый скажет, да я бы тоже, если бы сильно захотел, я бы тоже смог, да? Нет. Попробуйте хотя бы месяц так поработать. Вы поймете, что это выше даже человеческих сил. Это реально очень трудно. А тем более, когда тебя никто не подгоняет. Вот. Это, конечно, тоже очень много дает, потому что он просто, ну, человек успешный. От какого слова идет слово успех? Успеть, да, понимаете, человек много работает, он просто успевает больше других, да? И умение глубоко погружаться в вопрос. Это следующая сильная черта собственника. То есть, если вы дадите наемному менеджеру задание, ну, прозондирую какую-то тему, да? Как он это будет делать? Он будет смотреть в интернет, закажет исследование, скажет, давайте найдем маркетинговое агентство, которое нам проведет опросы, ну, вот, почитает статьи и так далее, да? Собственник, он немножко по-другому будет действовать. Согласны? Он будет искать людей, которые на этом потеряли деньги, которые на этом делают деньги, да? Он будет пытаться понять, а как устроена вообще эта тема, какие тут закулисные правила игры, кто их назначает и добьется встречи с этими людьми и поймет тему. У меня есть такой пример, когда из Новосибирска одна такая предпринимательница, уже очень опытная, она решила погрузиться в тему, как в Германии работает завод, который она считала своим будущим конкурентом. Завод не знал, что он ее будущий конкурент, но тем не менее, когда она через президентскую программу пробилась туда на стажировку, методом, что называется, лести, подкупа и шантажа. Она попала на этот завод и говорит, ну вот я хочу у вас тут экскурсию по заводу, такая, как сказать, непринужденная обстановка. Они говорят, да вы что, мы наш завод сроду никому не показываем, тут все коммерческая тайна. Никогда не покажем. Она говорит, ну вы что, я женщина взрослая из России, вы что, меня всерьез так испугались что ли? Какой вы в самом деле, вы чего? Да я просто посмотрю. Ну в общем, вот эти переговоры шли у них почти неделю. Она упрашивала и таки упросила. Но они говорят, только никаких технических устройств, никаких блокнотов, абсолютно ничего, чтобы не было. Вот просто проведем, покажем. И она что сделала? Она идет и каждые 5 минут у нее постоянно то тушь течет, то еще что-то такое, то кашель у нее. И она уходит в туалет. Почему? Потому что она прошла курсы по улучшению памяти и поняла, что она может запоминать вот ровно на 5 минут назад. Дольше у нее в памяти не удерживается. Взяла маленький карандашик, маленький блокнотик и вот ровно 5 минут прошло, тушь потекла. И все зарисовала. И потом, когда компания вышла в Россию, им пришлось с ней договариваться и делить рынок. То есть вот такие сильные черты у собственника есть. Но, конечно, есть обратная сторона медали. Это первое. Хаотичность. То есть собственнику приходится с этими идеями своими что-то делать. Они у него сегодня такие, завтра другие. Сегодня одно актуально, бежим туда. Вот так владелец завода по производству мороженого, была такая ситуация у него, он назначил совещание с топ-менеджерами. Они приходят в назначенный день в 10 утра, несколько руководителей ключевых. И секретарь ему говорит, вы чего пришли? Они говорят, ну как у нас совещание назначено? Он говорит, а, слушайте, он уже вчера улетел у нас изучать новые вкусы мороженого. Все, тема вашего совещания уже не актуальна. И вот эта хаотичность, она, конечно же, не нравится и самому собственнику. Он тоже от нее страдает, потому что какие-то дела не доводятся до конца. То есть сначала в них качивается много энергии, потом контроль уже пропадает и не дожимается что-то. Следующее, от восхищения до ненависти. Почему они не могут, как я? То есть представляете, с кем приходится иметь дело вот такому человеку, которого я писал? Приходится иметь с людьми, которые приходят на работу, до шести, как бы они готовы побыть на работе. И делают все в три раза дольше, чем он. Не погружаются в вопросы, боятся кому-то звонить, провести переговоры. А внешне люди такие же, как он. Они тоже говорят, мне нужны деньги, да, я читаю книги, я хочу многого добиться. И он не поймет, почему у этих людей так слова расходятся с делами. Как же, как же решить этот вопрос? Ему часто кажется, что есть такие люди, но просто он их еще не нашел, он до них еще не добрался. И он вот их ищет, ищет, да. Любит искать собственник волшебников. Вот он супер, мне нужен просто супер генеральный директор. Мне нужен просто супер начальник отдела продаж. Мне нужен супер классный маркетолог. Мне нужен супер классный финансовый директор. Если он видит на собеседовании такого человека, то он им восхищается. Он говорит, наконец-то, я нашел такого. Но проходит полгода, и что-то остается от этого восхищения, как вы думаете? Да, от восхищения остается только разочарование. То есть вместо, кто-то ищет волшебников, находит сказочников. И, конечно, собственник, он пытается что-то с этим делать. Он думает, может, как-то можно людей изменить, замотивировать, долю в бизнесе дать, большие проценты дать, большие оклады дать. Что только собственник не пробует. Помогает что-то? Нет, не помогает. И это его вечная такая проблема. Следующее – это контроль. То есть ему приходится расплачиваться за вот это умение глубоко во что-то погружаться. Потому что он погружается во что-то одно. Знаете, я сравниваю собственнический контроль с прожектором. То есть он как прожектор куда-то светит, и там все до мельчайших деталей. Сегодня он в продаже погружается, завтра он в производство погружается, потом он в конверсию погружается, в наш сайт погружается. Но в этот момент вот все остальное темно. То есть пока он что-то глубоко контролирует, все остальное регулярному контролю не подлежит. И там случаются провалы. Там что-то недоделывается, теряется, низкая эффективность и так далее. И собственник от этого тоже страдает. Вот это три его черты слабые, которые ему мешают. И зачем ему нужна команда? Как вы думаете? Чтобы собственно это закрыть, понимаете? То есть команда, она должна быть не из похожих людей, не из людей, которые друг другу нравятся, а из людей, которые могут друг друга дополнить. Поэтому главный человек в команде собственника, это его такой второй пилот. Вот мы назвали так компанию второй пилот, поскольку мы это делаем на аутсорсинге, но в штате, конечно, мы тоже подбираем таких вот вторых пилотов, генеральных директоров или еще исполнительный директор, операционный директор, неважно. То есть здесь суть в чем, что этот человек должен быть другого психотипа. То есть это как раз рациональный человек, системно-аналитичный, который любит Excel. В отличие от собственника, который уже работал под собственником. Потому что у нас был кейс, когда собственник нанял из японской компании топ-менеджера, дал ему зарплату 450 тысяч рублей. Кто-то все знал, из этой отрасли тоже был. Но через полгода он ушел, ничего не сумев сделать. Потому что он говорит, подождите, а где у вас тут регламенты? А почему такая кривая оргструктура? А почему вот эти процессы не прописаны? А почему вот это не работает? Почему вот у этого полномочия с ответственностью не совпадают? Для него это дикость. У него вот такие глаза были. То есть он вместо того, чтобы что-то исправить, он просто тратил энергию на выживание вот в этой среде хаотичной. Поэтому надо, чтобы где-то повыживал, и вот эти глаза круглые имел наш генеральный директор до нас. Чтобы где-то он уже испытал это до этого. Не у вас он был в шоке, а где-то в другом месте. Ну и, конечно, чтобы он умел нематериально мотивировать. То есть не просто говорить, вот вам KPI, вот вам оплата труда. То есть если приходит генеральный директор и говорит, так, всем меняем оплату труда, всех привязываем к результату. Ну, это не самая высокая квалификация. Потому что это очень болезненно, это вызывает бунт, это вызывает такую энергию на внутреннее противостояние большую уходят. То есть человек должен уметь все-таки людей нематериально мотивировать. Это значит давать им смысл, объяснять любого изменения, продавать идеи и требовать, просто уметь требовать и добиваться. Уметь их эффективно наказывать так, чтобы они не чувствовали обиду, а чувствовали желание справиться. Был пример, когда собственник нанял генерального директора, и там цветочный бизнес, все такие девушки, влюбленные в этот бизнес, такие духотворенные, и он, генеральный директор из западной компании пришел, а до этого был когда-то военным. Но это уже забыли все, а он на первом совещании такой говорит, вот там девчонки вот эти пришли, он говорит, я хочу, чтобы вы запомнили два правила. Правило первое, начальник всегда прав. Правило второе, кто не согласен, смотри пункт первый. Ну понятно, что он только полгода смог проработать, и дальше компания его выдавила. Теперь поговорим о топ-менеджерах, других позициях важных. Начнем с начальника отдела продаж. То есть кто это прежде всего, его роль какая? Это не главный надсмотрщик, это не лучший продажник, это мотиватор-контролер. То есть тот, кто вот как гусхиддинг, вот такого психотипа, внимательный системщик, то есть не жесткий, не мягкий, но умеющий слышать людей и умеющий регулярно с них требовать. Такой вдохновитель, при этом следящий за тем, чтобы все выполнялось как надо. То есть он хороший управленец, потому что продажниками управлять не очень легко, согласны? Не самая такая легкая категория для управления. Он должен быть хорошим управленцем, но при этом средним продавцом. То есть наша позиция, что начальник отдела продаж тоже должен продавать, но не обязательно делать это на высоком уровне. Просто чтобы быть в курсе, в теме и так далее. То есть что он делает? Основные его функции – это смотрит аналитику, слушает звонки, проводит планерки, обучение, индивидуальные беседы с менеджерами. Это начальник отдела продаж. Начальник отдела маркетинга. Какая у него роль? Это требовательный аналитик. То есть образ такой вот этот фильм… Узнаете из какого-то фильма? Да, да, чего хотят женщины. Вот такой образ там начальника отдела маркетинга. То есть средний управленец, поскольку не так много сотрудников, там, и креативщик на каком-то уровне тоже, да. То есть на том и том уровне должно быть хотя бы на средний уровень, да. То есть смотрит показатели, строит подрядчиков, структурирует работу подчиненных и обрабатывает идеи собственника, который им накидывает. Дальше. Это коммерческий директор. Позиция нужна только если у вас есть и начальник отдела маркетинга, и начальник отдела продаж. Тогда уже стоит нанимать коммерческого директора. Иначе это будет просто дорогой начальник отдела продаж. Я это тоже часто вижу. Поэтому вот он здесь должен быть, если вы вводите эту позицию, хорошим управленцем, сильным переговорщиком. На нем будут ключевые клиенты, ключевые партнеры. Он должен искать нестандартные решения проблем. И, конечно же, организовывать взаимодействие маркетинга и продаж. И для того, чтобы все это делать, он, конечно, анализирует показатели. Вот это такой психотип, результатник-интегратор. То есть он нацелен на результат, при этом он умеет объединять, умеет слышать. И, соответственно, общая его роль в компании – это стратег, достигатор такой. То есть он мыслит стратегически, поскольку под ним маркетинг. То есть начальник отдела продаж – это тактик, а коммерческий директор – он все-таки стратег. И он обеспечивает достижение стратегических целей. Ну и роль вот этого… Фильм узнаете, этот фильм? Как называется он этот? Уолл-стрит. Уолл-стрит. Да. Не Волкс Уолл-стрит, просто Уолл-стрит. Волкс Уолл-стрит вот здесь будет. Тот был Уолл-стрит, и там тоже психотип героя просто такой. Он там не коммерческий директор, работает Чарли Шин, но психотип тот, что нужно. Значит, а вот это с Волкс Уолл-стрит, да, директор по развитию. Про него, кстати, Джордан Белфорд рассказывал, когда был в Москве, что, говорит, у меня была конверсия 70%, у него была конверсия 30%, у остальных было 0%, когда они стали VIP-клиентам предлагать свои услуги. Так вот, директор по развитию – вот это единственный человек в команде, который может обладать и должен обладать психотипом предпринимательским. На любую другую позицию бывший предприниматель не подходит, потому что он будет порождать везде хаос. Но на директора по развитию – окей, он годится, он нужен там. То есть он должен быть хорошим креативщиком, хорошим организатором. Что он делает? То есть он идеи свои предлагает, тестирует идеи собственника, как-то их докручивает, решает сложные вопросы, новые территории изучает и запускает в работу разные новые направления. Это здорово, когда такой человек есть, ему часто приходится, можно платить не очень много. Как ни странно. Почему? Он работает за идею и за долю в будущей прибыли, которая не факт, что будет, но в нее верит. Поэтому это очень выгодный, может быть, работник. То есть он супер обладает компетенциями, при этом с небольшим окладом может у вас быть. HR-директор. Кто смотрел такой фильм, как сериал «Миллиарды»? Насчет женщин не знаю, но по крайней мере роль HR-директора очень интересно тут дана. То есть что получается? В крупном бизнесе HR-директор в крупных компаниях, его задача привлекать таланты и выращивать из них таких лидеров. В малом и среднем бизнесе у HR-директора другая задача. Ну, конечно, во-первых, HR-директор нужен реально, если у вас хотя бы 100 человек есть. Это дорогой специалист, ну или, я не знаю, 50, если вы чувствуете, что 50 и все уже никак. Но меньше 50 сотрудников, HR-директор лучше какой-то аутсорсинговый вариант использовать, но это дорого будет. Значит, он должен быть сильным управленцем, средним психологом и его задача какая? Обеспечивать достижение результатов. То есть в малом и среднем бизнесе все работают на результат. На финансовый результат прежде всего. Поэтому и HR-директор, он здесь не про высокие материи, не про то, как у нас тут сюси-пуси хорошо, а про то, как, ребята, давайте-ка выполняем все. И вот она набирает таких людей. Кого она должна набрать нам? Вы слышали такую тему? Кадровый голод, слышали? Что такое кадровый голод? То есть этот термин используют люди, которые, как говорится, я не люблю кошек, ты не умеешь их готовить. То есть что из себя представляет работа HR в малом и среднем бизнесе? На рынке труда есть 25% трудоголиков. Согласны, что есть такие люди трудоголики? Их вот по статистике примерно 25%. Вот вся работа HR это найти этих людей, привлечь их к себе. Вот, собственно, вся функция очень простая. Остальные кто тогда? Умолчим об этом. Остальные это остальные. Значит, итак, то есть остальные это как раз те, из-за кого возникает понятие кадровый голод. Значит, итак, что получается? Она отбирает этих лучших, она или он, снимает ограничения, которые мешают им быть эффективными, обеспечивает их адаптацию, обучение, рост в компании, борется за справедливость, чтобы они не были обижены и управляет изменениями в компании. Потому что собственник, он изменения вот так внедряет, что кому-то прилетело вот так вот и очень больно стало. А если ты делаешь это через HR, то HR это как-то вот все сглаживает все-таки, делает более, так скажем, гладеньким, причесанным и не таким страшным. Финансовый директор. Это очень редкая позиция, когда она вообще присутствует в компании. Дорого стоят эти люди. И обычно неоправданно дорого, потому что по факту ему нужно ввести всего там 6 документов. Это отчет о прибылих и убытках, бюджет, финансовый план, отчет о движении денежных средств и управленческий баланс. В компании с оборотом там, ну я не знаю, до 500 миллионов рублей в год это делается очень несложно. То есть это по идее работа не очень высоко квалифицированная, не очень высоко должна быть оплачиваемая. Но этих людей вы просто на рынке не найдете. Вот в чем беда. Потому что все финансовые директора это у нас люди, которые работали в крупном бизнесе, в строительных компаниях, в банках и привыкли к очень высоким зарплатам. И когда вы такого человека к себе нанимаете, то это вы, так скажем, из пушки стреляете по воробьям. То есть вы используете 10% его знаний. В этом, конечно, сложность. Мы что делаем? Мы просто этому обучаем каких-то ваших сотрудников. То есть вот есть у вас там бухгалтер какой-то, или просто доверенное лицо, которому финансы не страшно доверят. Мы просто обучаем тому, как это делать. Но реально качественный финансовый директор, то есть когда вы готовы за это платить деньги, он должен быть таким, что сильным бизнес-аналитиком. То есть это роль какая? Советник по повышению прибыли компании. Соответственно, мы на себя берем эту функцию, как аутсорсинг. Что мы говорим, вот у вас здесь можно прибыль увеличить, здесь можно оптимизировать расходы, здесь у вас товар, который нужно развивать и так далее. Итак, как же из этих всех людей теперь сделать команду? То есть для этого нужна система совещаний в компании. То есть прежде всего это ежемесячное аналитическое совещание, на котором каждый из ваших ключевых сотрудников делает доклад по поводу своих показателей за последний месяц. То есть как он их выполнил, не выполнил, почему выросли, почему не выросли, какие были проблемы, какие планы на следующий месяц. И вот это совещание, оно может длиться от двух часов до четырех часов, шести часов даже иногда. Собственник всю компанию видит как на ладони. И все друг к другу высказывают вопросы, пожелания, предложения, идеи и так далее. И таким образом вот эта открытость и вот это понимание, что все мы идем к одной цели, оно и делает людей одной командой. Что самое главное, чтобы стать командой? Это общая цель. И вот когда каждый месяц все ее слышат, все ее понимают и видят, кто что сделал для ее достижения, то это и делает людей командой. Потому что все они разные, разную роль играют. Дальше ежеквартально собираются для того, чтобы накидать идеи по улучшению прибыли. То есть такое инновационное совещание. Потом следующий квартал они их тестируют. Это тоже классное объединение и управление инновациями в компании. И раз в полгода, соответственно, происходит планирование бюджета, целей, маркетинговая стратегия и так далее. Кому интересны подробности про то, как этими топ-менеджерами, какие им KPI назначать, как им платить, подходите, давайте визитки. И я вам отправлю следующий кусочек этой презентации. Потому что сейчас обед, я буду здесь, и мы сможем с вами уже пообщаться, кому что-то глубже интересно. Есть у нас время еще на пару вопросов? Да, Павел, спасибо. Вот приходят вопросы сейчас через наше приложение, если вы уже закончили, конечно, свои презентации. Итак, ну, во-первых, ваши аплодисменты. Давайте поблагодарим Павла. Спасибо. Так, и вот теперь вопросы. Нужно ли… Так, как убедить генерального директора в том, что у нас избыток контроля и недостаток предпринимательства? Вот так звучит вопрос. Так, директора. Это, наверное, наемный директор, да? Ну, как убедить гендира? Потому что… Да? Да, наемный директор. Слушайте, надо не его убеждать. Надо убеждать собственника. Вот, потому что для наемного генерального директора контроль – это нормально, и он не понимает просто даже, о чем речь. То есть он считает, что его поставили для того, чтобы был контроль, он его осуществляет и вот не видит в этом ничего плохого. То есть чтобы от контроля перейти к предпринимательству, ну, надо как бы сильно так себя изменить. Это способны единицы людей. То есть генерального директора вы убедить не сможете, но если у вас получится встретиться с собственниками, то вы можете сказать, что посмотрите, что делают другие компании. То есть собственнику очень легко донести идею, когда вы рассказываете про успехи конкурентов. Это немножко его так вот, ну, приземляет, да? Кажется, что у меня бизнес крутой, а когда тебе рассказывают, что конкуренты куда убежали уже, да, то начинаешь двигаться как-то. Поэтому расскажите про успехи предпринимательства предпринимательства ваших конкурентов и попросите себе проект какой-то, который будет напрямую собственнику подчиняться. Скажите, я вот готов генеральному директору подчиняться, но я хочу еще возглавить проект вот по тестированию таких-то идей. Вот они у меня есть, внутри компании, так сказать, развернуться не получается, но я не претендую на власть генерального директора, а проект хочу реализовать. Дайте мне полномочия. И начинайте работать напрямую с собственником по этому проекту. Такая рекомендация. Окей, и еще один вопрос, тоже заданный через наш мобильное приложение BitxConf. Имеет ли смысл выращивать топ-менеджеров из других сотрудников, которые занимают сейчас другие должности? Как это лучше сделать? Ну, выращивать, знаете, морковку, как бы ее тянуть не всегда получается. Она должна как-то сама расти, да? То есть если… Самое главное, смотрите, вот когда вы нанимаете вообще сотрудников себе на рядовые позиции, вы сразу в голове имейте в виду вопрос, а вот я нанимаю этих людей, у них есть потенциал стать руководителями или нет? У них есть такое желание? Вот спрашивайте, а кем ты себя видишь там через 5 лет? Это вопрос полезный. Если вам ни один человек из нанятых вами не говорит, что он хочет быть руководителем, потом не удивляйтесь, что никто не хочет брать на себя ответственность, вы пытаетесь кого-то искать, людей со стороны. То есть берите изначально амбициозных людей в компанию. Да, с ними сложнее. Да, если вы не дадите им вырасти, они уйдут. Но зато у вас будет конкуренция за управленческие позиции. И в принципе ничего сложного вырастить топ-менеджера, когда есть из кого растить, но ничего сложного нет. Во-первых, есть такое в Coca-Cola классное правило. Любой руководитель, занявший свою позицию, должен через год объявить кандидатуру своего преемника. Вот если вы такое введете в компанию, у вас все время будет такой кадровый резерв. То есть обязан через год назвать фамилию преемника, а потом программу его развития. Давайте людям вот эти проектные полномочия какие-то, пусть они берут на себя инициативу, пусть они высказываются на вот этих инновационных совещаниях свои идеи. Собирайте проблемные совещания. Вот есть проблема, которая долго не решается. Соберите, пригласите. Он говорит, вот я думаю, надо решить так. Все, ты ответственный, давай решай, вот тебе полномочия. То есть надо давать людям возможность проявлять себя. Но самое главное, в голове нужно разрешить людям ошибаться. Вы никогда не вырастетесь никаких в себя руководителей в компании, если вы не будете давать возможность ошибаться. А ошибка стоит денег, понимаете, ваших денег. Если вы не готовы эти деньги терять, вы будете один все время, вся компания будет замкнута на вас. А если вы хотите вырастить, вам придется дать людям ошибаться. Вы-то ошибались, вы поэтому такой умный, понимаете. Вы сколько денег потеряли? Очень много. Поэтому вот оно, откуда берется-то, да? А вы им не даете такой возможности. Все, сами согласовываете. Но, естественно, вот они не могут. Понятно. Спасибо, Павел. Ну что же, Павел Семен-Жерезов. Спасибо, друзья. До новых встреч. Рассказал нам, как создать идеальную команду. До новых встреч. Продолжение следует...